выступаем как районное мероприятие мой молодцы нас везде приглашают раньше было реже два года вообще было вот этого с этой пандемии прям и все и вот слава богу ограничения сняты вот день молодежи все праздники все прям молодцы туго натянутые канаты есть они прям натянуты жестко там человек идет как по бревну потому что а вот это свободное поволок она уходит из-под ног вы понимаете насколько я эквилибр эквилибр на свободной проволоки основная у меня работа а поначалу я занимался ручной эквилибр на стульях эквилибр на свободной проволоки это самый опасный трог но его сколько мне лет мне уже сейчас 68 сейчас скоро 70 будет во сколько вы вышли на пенсию 40 я точно не помню сейчас 47 это из-за опасности номера пока владимир пушкарев вспоминает свой цирковой номер его жена прибирает их цирк перед детскими занятиями они здесь проходят несколько раз в неделю здание студии видно практически сразу как заезжаешь в село шара в хакасии цирк строили сами чтобы реализовать проект не на александрова набрала кредит в банке так получилось что в 90 и пришлось обучиться цирковой науке а потом и физкультурной работе с детьми сейчас она занимается тренировками а муж делает реквизит существует на небольшой заработок от занятий и пенсию свободное времени на александровна вытачивает ключи на заказ и мечтает вывести свой цирк на большие соревнования что вы умеете делать из всего того что делают ваши дети на шпагат и садиться складочку делать стоять на голове любые планочки прессы силовые нагрузки единственное не могу делать мостик в детстве видать не на никто в этом упор не сделал и я спину естественно размяла и все она у меня перестала болеть сильно стала а вот стать на мостик видать еще надо потребуется время а теперь полностью стоечка на груди кауч с прямыми ножками стойка на груди и раз ножки два три ножки тяни я вообще косяк-канталёха я работник торговли водка а уже основательно с детьми я занялась с 2012 года в этом году нам 10 лет пушкарева нина александровна мне полных 57 лет занимаюсь с детками акробатической студии цирковой и аэробикой немного и делаю я это до того пока трава семена и ее не было этой территории мы где год арендовали на 20 квадратах сказали все аренду мы вам прекращаем а мы с ним сидим а что делать что делать дальше и вы построили да у него где-то есть видео как он снимал как он эти транш вот это все сделано его руками сын иногда помогал приходил я живу с мужем мама моя я и старшая дочь моего сына дочь целыми днями она тоже здесь находится просто парикмахерская ее двое детей они целыми днями все равно здесь все с одной кастрючки как говорится уезжает только на ночь это наш репетиционный зал мы его так и называем репзал сокращенно да наш реквизит где хранится это подсобное помещение наши хула копы вот это сделал все муж да это вот он сделал так покупные у нас все сами делаем и часть естественно выписываем выписываем это что вы имеете ввиду выписываем почтой россии с цирковых сайтов там есть определенно кто изготавливает кто столики кто есть магазины цирковых реквизитов тоже ничего не покупаем делаем сами не поверите но это у нас кула хупы разрезанные хула хупы смотрите три цвета муж нарезал в магазине покупаем вот такой шнур нанизываем как бесит в начале чтоб дети научились они должны начинать с недорогого реквизита которого не жалко амортизация называется она ломается портится мнется не любят расковырять порвать и когда они уже это нарабатывает уже не жалко они понимают что это реквизит и выходить на сцену работать мы уже заказываем чтобы уже более такой сценический реквизит был что аренда это всегда очень долго здесь занимается моя дочь я надеюсь клиенты против не будут если их немножечко бокович не возрастут часть вот где сейчас занимается дочь парикмахер она топ колориста мы планировали как сделать малый зал чтобы детки там занимались растягивались а здесь уже прогонку номер так как надо помочь было и как-то я не могла себя расклонировать на два участка и получилось так что этот уголочек мы отдали дочери и она практиковала арендовать не всегда получается аренда огромная отдаешь аренду и товар закупать и и и и двое детей это все надо что было хотя бы рентабельный плюсом и машина в кредите и квартира плюс там материнский этот и вот это вот ключами я начала заниматься взять мой занимался он постоянно вечно на работе нужно чтобы кто-то был дом и в итоге он нам это правда хоть пускай бушные старые станочки уже желательно конечно новые ну не буду говорить обстоятельства почему мои мужчины сказали нет мы не будем мы же женщину но как деньги вложены они должны работать но они не работали я раз два три так сказала все учите меня учить и вы научились и сын меня научил вот потому и начали мы этим заниматься бы что сами столкнулись ездить в абакан а это 170 километров это накладно не всегда по пути а ну бывает срочно еще шутят мужчины как вот женской то руки как приятно ключи братья господи они даже бывает сдачу не берут я господь бывают такие интересные ситуации они должны сегодня как маленький привыкнуть к этим баламушкам а завтра просто флешмоб я 48 лет начал растягиваться только как вот 10 лет 10 лет как я занимаюсь растяжка силовой акробатик тогда потому и все заболела мы 15 лет отдали гастроли реквизиту много до 300 килограмм его нужно занести донести нас до сцены и держим больно как у подняли зеркало смотрим раз терпи так мы с мужем сошлись в девяносто третьем году потом лихие такие года которого было стало очень тяжело он говорит ну все давай давай чем-то заниматься потому что торговля это в общем вот так все в россии всегда все было сами знаете в девяносто пятом коммерческая деятельность у нас перед цирком у нас немножко была торговля мы все стояли как вся россия на улице торговали чем вы торговали ой сникерсами семечками ой я даже не хочу вспоминать это своему сыну делал шарик из чего из этих самых бумаги толстенький такой бумаги от ямаше получается руки у него на месте опыт цирковой большой за плечами и он начал делать реквизиты мы сделали иллюзию буквально 30 минут ящички сундучки одно второе третье я как могла шила костюмы а потом все потихоньку пошло и мы около 15 лет потихонечку ездили вся хакасия красноярский край захватили новосибирскую область неплохо в томск края захватили вот так вот катались помаленьше но мы с четырех лет ребят у нас никому в шара не берут пораньше мы с четырех лет попросили с княли Александровне она нас взяла мне очень нравится ребенку тоже вы видите что он как-то меняется он маленько стал ходить на руках делает колесо стойки около стенки делает мостик делает а психологически более выдержанный более терпеливый стал и на физкультуре в садике тоже как бы заметно воспитатель сказал а какие здесь есть секции вообще для детей куда вы можете ходить по моему есть дзюдо карате они приезжающие тренера здесь на месте есть у нас очень много всяких секций очень но в основном там нагрузка дерева я бокс я эти виды спорта чисто для себя не жалко с отвесением мозга мне жалко эти позвонковые они нагрузку получают на мой взгляд на мой пускай они не обижаются на меня перед тем как делать гиревые нагрузки нужно очень хорошо закрепить каркасные просто они должны быть нереально сильны а потом уже сверху нагрузку они живут приходят вот сразу гири в руки неважно семь-восемь лет нагрузка нагрузка они это качаются накачаются а хрящички то молоденькие в итоге это тяжело тяжело но нравится а есть любимые какие-то положения в которых ты находишься она чем тебе нравится у нас есть самая младшая группа это у нас чиха вы видели малыши от пяти до семи лет там никаких трюков только вот акробатика обратили внимание стоечка на голове тот возраст когда они еще не осознают что они могут упасть больно даю иногда им жонглирование даю хупы чтобы отрабатывать реакцию левой правой руки ее нужно развивать не только акробатика акробатика дисциплинирует когда они делают парную акробатику что ты не уронил партнера начале акробатика дисциплина акробатика будет акробатика потом начнется прыжковая акробатика саши скажи мне что нужно делать темам чтобы вот так на ступне крутить хула-хуп я не знаю ну то есть это как ты делаешь ну поднять крутить ногу то есть ты ногой крутишь понятно тебе какой часть у тела легче крутить хула-хуп ногой ногой легче ты долго так можешь это в первую очередь ребенок растет физически подготовленные мои дети сдадут любую норму готовы независимо подтягивания прыжки в длину прыжки высоту на любую реакцию координацию на складке пройтись по бревну как вот он говорил он сейчас накачается он будет все они универсалы тело универсальны значит меньше болеть будут иммунитет в жизни пригодится мне бабушка сказала что у нас есть цирк и я захотела туда записаться а тебе просто интересно было или ты хочешь дальше меня в цирке может быть выступать я хотела в цирке выступать чтобы на сцене быть да а ты когда в городе идет отбор у них стандарт рост размер дисциплина там отбор идет здесь они все абсолютно разные да и в цирке не должны быть все одинаковые и с ними и раз даже весело бывает приходишь на работу с таким настроением и они либо погасят до конца мое настроение либо поднимут так они долго не могут себя определить в начале идет общая физическая подготовка чтобы они учились терпеть какую-то боль все-таки чтобы делать определенную складку и стоять на планке идет нагрузка физическая на мышцы и такой дискомфорт если у них это есть терпение в течение года она проявляется ну а так как есть терпение можно тогда потихонечку и на катушке дайте пожалуйста кольца 2 толстые кольца они пробуют все пробуют на катушечки пробуют зайти на канатик пробуют пробуют кидать мечи а у них через год может вот раз настроение кидал кидал а все я не хочу а потом через полгода опять подходят к этим мечам но уже второй подход уже идет такой такой плодотворный не смеши молодец вот все я не буду не получится ну как не получится все получится мама поначалу вообще говорит ну все это закрывается сейчас мой ребенок упадет отвечать все нормально и как упадет так ставим его мой последних четвертый год как уже стали практиковать выезжать на международный конкурс в основном и были на местном уровне это так вдохновляет свои мы катаемся только на своих это благодаря нынче весной в апреле нам наш район выделил 60 тысяч и одну поездку из всех да да это впервые это впервые и очень мы рады этому сказали что время от времени нам будут помогать потому что мы все таки частники и п как говорится государство не может нам помогать тем более мы пенсионеры мы люди как говорится не перспективны ни на грант никуда не подать вот было бы нам лет 30 тысяч 40 можно было а так вот только вот так для себя для души для детей это очень круто получается как-то тебе это пригождается в обычной жизни ну иногда каким образом у нас есть в юной же есть такое было этот помните барана такой у нас был такой этот что если пройдешь по бревну там был указан а это какие-то конкурсы для вас не сюда на маслицу барана живого живого его привязывали к кончику этого брена да знаю а этот озел уже у него ты качается как катушка типа такого ты выиграл барана нет потому что я был маленький но ты пробежал пробежал без без козла просто так то конечно честно ну я знаю тебя оставили без барана да потому что я маленький большое поколение детей наверно будут помнить что они ходили и вот эта база что они получают и мне иной раз гордость за это что эта база физическая их не реакция где бы они не были им помогать аэробика таком ходят на аэробику и кто с вами робик девочки от 30 и старших это в основном кто мама ваших есть мамы есть зрелые женщины у которых даже вплоть чуть ли не грыжи да там прям мышцы спины и прессы слабые и начинается боль а мы естественно здесь прокачиваем разминаем кровь прогоняем где-то я им тейпиком наклеил я не на своей работе работают с удовольствием и всякие и бухгалтера и банковские работники и пенсионные работники и администрация и педагоги большую так что я делаю накидываю легкий план последовательность выступлений я накидала здесь а сейчас я им как план какой ребенок должен вовремя переодеться и вы сказали что ваше занятие больше похоже на занятие по лфк но я стараюсь сейчас от этого уходить вам все таки хочется чтобы это был прям профессиональный цирковой детский коллектив да либо я буду одну группу делать лфк в основном почему-то приходит и говорят знаете надо ребенка подтянуть поддержать он такой слабенький хлипенький в школе сидит вот так крючком а потоге в итоге я год-два с ними занимаюсь они потом уходят либо в карате либо в танцевальный не стало ему раз так обидно это же дело да да хорошие базы тела детки универсалы я же отрабатываю обе стороны веселый снеговик походу замерз дома значит мы его пустим африка здесь да вот такой парнишка я вижу красотка и валенки красотка не явится вы хотите сделать большой цирковой детскую школу чтобы ездить с непросипа они что вот не не получается сколько вас стоит занятия здесь вот в этом году 1450 в том году было 1200 пришлось поднять февраля цены пошли вот такие вот можно сказать что вы выходите в ноль нет нет почему же в ноль если бы пенсии не было да было бы в ноль мы пенсию не трогаем и на пенсию ездим а доходы которые дают родители это у нас вот мы реквизит сувениры содержание здания зимой отопление света у нас очень много по две тысячи в месяц выходит бывает больше я в школе обожала перри пародировать передразнивать по телевизору была маврикина и никитична такие у нас две бабушки до мужчины танков и владимиров и вот тогда это надо было видеть но не увидели или дать может так всевышний послал вот этого владимира владимирович с этими рублями ко мне кто его знает пришел в магазин и он к нам девчонкам подходил играть девчонки дайте рубля где фокус покажу ну ладно девочки то более более по перестраховали не стали ему давайте я говорю а я рисковая я беру этот железный рубль с нашим владимиром ильичем ленину и он нам раз так фокус исчез так вот так так вот так и в итоге он у меня его из-за ухо вытащил ну и все видать так судьба расположила что можно иногда и себя проявить и под старость лет что что-то не дораскрыли в детстве я очень часто и телевизорку с моментами вижу что люди 70 лет вдруг неожиданно художниками становятся и лишь вот лучше позже чем никогда